Хотя у нас лесопилок вот так, в глубокой переработке вот так, без леса все стоят, делают и вагонку, и билеты, и ящики, и что-то они делают, и клеенку, и топливо, и топливо, что-то они делают. Зачем нам игру, я не понимаю. Но если эта игру, республика нужна, пусть выделят фронт-зону в Курачакском районе, не землю сельхозного значения, чтобы окружающие все пострадали. Понимаете? То есть никто не хочет на фронт-зону смотреть. То есть если, допустим, ну кто там ближе, да, Анатолий, рядом, у него усадьба стоила 5 миллионов, теперь с видом на помойку она будет стоить не столько, да? То есть он ее не продажет, здесь фронта. С этой стороны не продадут, через дорогу не продадут, рядом отпужают, да, молодые командиры, они тоже ничего не продадут. И ничего, кроме попоза, там сделать нельзя будет. Получается, что мне надо отсюда просто выезжать. Если везут, нужно, вот это без работ, пусть предприятия, пусть район выделит фронт-зону. Четко. Вот фронт-зона, на фронт-зоне ставите предприятие, из врача в государстве, оттуда, оттуда, оттуда все едут, дороги хорошие, поэтому с них, пожалуйста. Нет, ну не надо лезть на землю сингтон назначения, вот зачем мы в это болото лезем где-то? Следующие вопросы. Когда переводили землю сингтон назначения в промышленные, нас кто-нибудь опросил? Нас обещали! Вы соседи, в ваш дом денег не путь стоят, а вы соседи, в дом денег не путь стоят. Спасибо за не в этом, что путь стоят, не стоят. У нас экология, мы что будем бить, если вы там построите? Это все, что водитель, бьем, это уже тренинг почти, давайте остановимся. Прокуратура, мы же не знаем. Вы уже задали вопрос, что я здесь? Это вопрос. Вы будете ответить, прокуратура, давайте еще раз. Как была кухня на земле, тоже интересно, подарена, не подарена, мы все в зоне. Почему администрация нас не спросила, подписала, почему глава администрации нас не спросила, они тоже не знают. Да, сейчас мы на прокуратура обменяем на вопрос. Вопрос поступил Константин Георгиевич, от вас кто-нибудь ответит, завестите ли вы на поступивший вопрос. Может прокуратура обменяем на вопрос? Давайте я ответил. Давай, давай. Давайте я ответил. Давайте изначально их послушаем. Ну почему нет, прокуратура обменяем на вопрос, пусть отвечает на вопрос, знает. Земля-то, она, в личное поле, звонит на Роскуту. Ну, в прокуратуре. Ну, я буду решать. Давайте, прокурора нам могут отвечать. Мы подходим, что прокурор, чтобы отвечать по этому. Поднимаем. Да. А походи на месту, к Крыму прокурору. Да. А просто дам. А вы бы не сто ответил. Что развелся? Вот будем лопировать. Поехали. То есть, мы вперед построим завод, а потом мы с ним ночи. Вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос послушаем, давайте. Представьтесь, пожалуйста. Я не по поводу переработки, перерабатываю, что вы будете. Скажите, пожалуйста, сколько вы диктат взяли лесных насаждений у нас здесь и не наградили в собственность? Я извиняюсь, я не сказал. На территории Турачевского лесхоза, в огнях, это на противоположной стороне, на той стороне, нами взято в аренду порядка 21 тысячи гектаров. Мы не расчетываемся всех, а для себя тысячи. Здесь украинцы. А у нас есть... Здесь 7 гектаров, а это не отроки. Теперь, так, можно по поводу этого второй вопрос. Вот вы сказали, что в связи с тем мы узнали, что здесь строится дорога. Мы эту дорогу хростики столько лет выбивали, чтобы вы ее сразу разбили. У нас есть уже опыт, когда мы у нас золотари, которые были у нас здесь работали, они обещали, кстати, и вы вот здесь есть люди, которые подтверждят, что не молчали, выхнущались и так далее, а не нам. Вы также можете пообещать, но по крайней мере... Они пообещали, что восстановят все дороги, которые они завьют, инфраструктурой будут заниматься. Ну и что? И рабочие места. И рабочих мест нету, и рабочих мест нету, дороги нету, дороги все разбили. Грязь, 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 грязь. Ваши не перебивали. Вас не перебивали. Мы останемся опять без дороги. Люди только начали радоваться. Вы же будете возить большие грузы машинами этот лес. И я не уверена, что вы здесь, насколько наслышано правда или нет, может это вранье, чтобы за Лепой взяли лес. Насай дыпа. Насай дыпа. Берете лесные насадки взяли. Мы и так, мы остаемся в пустыне. У нас и так леса нет здесь. Поверьте, мы и так уже дрова покупаем в Салтонском районе уже. За бешеные деньги. Да, и будем ваше топливо тоже за бешеные деньги покупать. Ну, о чем надо с леса. Я уже назвал, где сидит представитель лесхоза Турочевского, он может подкладеть. У вас много где есть на этот лес? Нет, нет, нет. Нет, покажите. Это наш лес народный. Ну не можем самовыкнуть. Мы разрешаем вас. Даши людям, да, слово сказать, нет? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Для каждого комментируют. Людям уважаем, не только себя. Так, тихо, надо так, тише, тише, давайте. Что, еще раз. Что-то послушали, там вопрос был. Это не ваш вопрос. И теперь насчет дороги. Вы же знаете, что все дороги являются республиканской, а не федеральным значением. И чтобы по ней не возить, мы никак не можем. На каждую дорогу есть определенные нормативы нагрузки. Выше этого ни одна машина не пройдет. Нормально, и даже через полет. Да, да, даже на поле. Сегодня я достаточно радостно стоял, гуляю по вашей дороге. Сегодня уже потихонечку машины идут, груженый лесом. Не знаю, куда, куда, зачем. Наша задача отсюда вести не лес, а пероматериал. А суда ты ее снял? А суда? А суда? А суда? Каждый. А суда? А суда? Каждый. И усилил, естественно. Там, где мы взяли аренду, есть определенные свойства, то есть болотистое место, где не мы последние, мы в зимнее время, по зиме, мы готовим запас, возим на берег, намораживаем, его возим сюда. Зачем? В летнее время прекращаем работу по рамки, занимаемся лесово-станавливательными работами, а завод в это время работает и перерабатывает лесные. И такая цикличность будет до тех пор, пока мы не определимся. Сейчас мы ведем работу в райском лесничестве, это в ту сторону, ближе к Тахтагогу. Ищем там возможность в летнее время попробовать где-то влезть на дорогу. Ну, пока какая возможность... И почему вы видите, почему в черте населенного пункта? У нас была рядом пилорама, просто пилорама. Мы не спали ни день, ни ночь. Невозможно было. Ну, сейчас она не в черте населенного пункта. Ну, как раз, не в черте, не в черте населенного пункта. Можно вопрос? А вам что, не показали? А, да, где как-то на тысячи разговаривали. Можно? Отпыжаю Наталью Сергеевну. Вот вы, Георгий Георгиевич, оформили землю в собственную, да? Да. Перевели ее в промышленное и сельскохозяйственное назначение. Дальше идут земли, я отпыжаю Вадима Валерьевича, моего племянника родного. А вы, разрешение, спросили, согласовали с ним. Он планирует, молодой человек, планирует построить там туристическую базу. Как вот вы считаете? Возможно ли это невозможно? Возвращение сельскохозяйственного назначения построить туристическую базу не имеет права. Аплодисменты. Есть промышленное и есть земли векле архивального назначения. Здесь уже прецеденты, когда были обращения в суд, земли сельскохозяйственного назначения, они должны использоваться по назначению. Вот, 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 у нас земли промышленности, у нас земли сельскохозяйственного назначения используют ради сельского хозяйства. Кто-то разводит коз, кто-то разводит коз. Мы перевели вы земли сельскохозяйственного назначения. Потому что вам бы не дали ее промзону. Вы, пожалуйста, не путайте. Люди очень радеют за свою частную собственность. Наше собрание превратилось в отстаивание интересов нескольких лиц. Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Мы не успокоимся. Мы успокоимся. Мы вам объяснили, каким образом проголосовать. Прецедентация есть. Заходы проверяются. У нас много возмущается, что лотари у нас летят, и что мы в то время не отстояли. Мы там все говорили про это, что они нам обещали, рабочие места говорили. Ну и что из этого вышло? Вы помните, вы же в правительстве работали. Кто у нас начинался золото мыть? И хотелось услышать, сколько от этого золота, это с 95-го года, что имел наш район, мы не говорим про чего. С него вообще ничего не делали. И отсюда не будем идти. Что имел район и республика? К сожалению, я вам не могу сказать. А я Константину Георгиевичу, он в правительстве у нас работал. Ну, когда, это было 25 лет назад. Как год за 25 лет? Ушвар до сих пор еще не очистил. Сейчас, минуточку. Речка-то у нас есть в Падамеве. Сейчас все. Так, вопрос понятен? Отвечает Константин Георгиевич, пожалуйста, присаживайтесь. Что вы тогда сделали? Прокуратуру вызывали, ездили, с места ничего не сдвинули. Что касается вашего вопроса, я, допустим, целиковый колодцы на вашей стороне, и вашу озабоченность мы понимаем прекрасно. Вот, дай мой сих пор, посмотрите. Да, это правда. Видите, в доме нет. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Пропала вода в колодцах, несколько лет уже, люди подтвердят. Или не стало дров, или стали очень дорогие. Вот все, вот все, вот все, золотари, вот это все. Вот все рабочие, и все рабочие места. Ну, я же не могу... Ну, я же не могу... Простите, на предыдущем собрании лично задавал вопрос, спросил, мне кто не ответил. Люди ходят, значит, виденько пенсионеры спускаются, нигде не отсыпали к дороге. Где народу? А где народ? А где вот это все? А вы говорите, народ народу. Нет, о чем я не понял. Вода пропала в колодце. Я вам еще раз говорю. Тише, 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 тише. Так, давайте вопрос вот еще, вопрос. Вопрос вот как был. Хан, помните, когда вы помянули Олега Леонидовича, что он приезжал в 19-м году, когда он еще был ИО? Мы же помните, мы все собирали. Он был ИО. Он был с представителями своими, даже с какими-то министрами, я сейчас вас, я не помню, не знаю, были бы или нет. И он конкретно говорил про этот завод. Мы же конкретно сказали все, что нам не нужно. Помните, как у него было выражение лица? Вам не нужен завод. Мы все сказали, нам не нужен завод. А вы все равно не приехали. Почему все-таки все это про весь начался и все-таки все это продолжит? Он записал это в блокнот. Сзади него стоял молодой человек, не знаю кто, извините, не помню. Он записывал блокнот в семье. Мы писали протокол. Теперь получается ни протокола, ни двух блокнотов. И, наверное, Олег Леонидович вообще не помнит этот разговор. Я за него ответить вам не могу. Что касается по заводу. Вот на момент, когда он приезжал по своим предвыборным делам к вам, он не мог по заводу говорить. Потому что у меня тогда еще такой задачи не было. Разговор шел. А мне на производстве шел завод. Ладно, спасибо. Морозова Надежда Николаевна, у меня все-таки вопрос, я хочу продлить тот по участкам лесным, по вашим. Договор вы дали, что у вас там? Договор, аренда, у кого вы взяли? Можно мне писать? Дорогие товарищи, у нас договора есть. Просто вы к нам обратитесь. Я назвала. Мы вам дадим копии договоров. Поверьте, назовите у кого, потому что у меня есть инвокация. Байгола Максимова. Что у вас? Обратитесь, пожалуйста, к нам в письменном. Просим предоставить информацию по ориендуемому. Мы вам предоставим копию. Миша, смешно. Миша, смешно. Миша, смешно. Миша, смешно. Миша, у меня не один вопрос. Она еще не закончила. Теперь второй вопрос. Экологическая экспертиза у вас есть? По вот этому, по землям, которые переданы в промышленное производство? При делах необходимых, разрешительных вопросов, все это будет. Мы еще только на стадии начала. Будет. Это так. Мы очень говорили. А зачем мы сейчас тогда о чем-то говорим? Это второй вопрос, что нет экологической экспертизы. Третий вопрос. Вы зарегистрированы в Майме, ваше предприятие. Значит, налоги вы зарегистрированы по упрощенке. Значит, налоги все пойдут в Маймо. Не опять ни Дурачак, ни Дмитриевское сельское поселение не получим ни копейки. Не вода из головы, это вообще не так. Вы спросите от пужинцев, но здесь же никого нет. Да, мы спрашивали у пужинцев, они сказали, вас гнали поганой метлой. Вы меня простите за мой форсинский. Что вы сказали? Вы спросили, мы все узнали. У меня лично от администрации Кибизеня-12, по-моему, предприятия профессора администрации. Теперь 13 июня ваши земли 23 года были переведены из сельхозназначения. Как сейчас вы подтвердили, неправильно. Вы не можете на землях сельхозпоселения. А вы можем. Мы сначала берем в аренду жилье земли сельхозназначения, строимся и переводим в ИЖС. Каким образом вы перевели земли сельхозназначения в промышленные? 13 июня этого года вам было разрешено администрация района. Нет, Алексея Владимировича, ему бы сейчас, наверное, сквозь землю лучше провалиться. 16 числом, 16 числом это распоряжение отменено, о чем мы сейчас говорим. Да, да, да. О чем мы сейчас говорим? Что вы о таком понравились? Да, вопрос понятен, отвечает Константин. Отвечайте. Вы, я не был, что вы спрашивали отменено? Главы администрации. Попова, главы администрации. Попова, Алексея Владимировича. В интернете есть информация, что он свое распоряжение по поводу перевода. Отменил. Да, 13-го разрешил, а 16-го. Отменил. Отменил. В интернете эти документы есть. Они, пожалуйста, могут просмотреть. Как могла земля передавать? Тем более, тем более еще вопрос по энергосбережению. Вы говорите подключить. У нас не будет лучше. Пусть ответит на это. Пусть нас лучше потом отвечает. Почему мы отвечаем, когда все ясно? На поверхность. Эх, ничего не я. Вы же не знаете, что вы говорите на это. Как стать, Евгений, ответите, пожалуйста. Давайте по рейдику с ответить. Давайте. В переводе полученного участка из землянерозначения весь цикл перевода был соблюден. В противном случае мы бы не получили вот это удостоверение. Все. Так, минуточку, от меня вопрос. А кто подписал правоустанавливающий документ о переводе? Конкретно фамилия, имя, отчество. Так, а нам известно. Фамилия, имя, отчество. Сказать, тут нет фамилии. Есть ли распоряжение, здесь много отмечений. За дурачков, ты не считаешь документства. У вас есть распоряжение. Следующий вопрос. Понятен. Есть управление региональной службы, государственной регистрации, кадастра и автографии. Сюда были вставлены документы. И мы получили соответствующие. Но этим документом должно быть распоряжение. Но мне это все собредено. Вот мы начинаем строиться. Вот берем эту же землю, сельхозвозначение, и начинаем строиться. У нас есть распоряжение Дмитрийского сельского поселения, которое нам разрешает эту землю использовать. Где это распоряжение, если оно отожительное? Покажи. Можно я начать с вопросами? Нет, нет, нет. Просто я ведущий по очереди. Нет, нет, ответы на ее вопросы. А, пожалуйста. Я представлюсь. Дамдинов Базар Галсанович. Я сам в Салтанаре Сибулянке. Родом в Забайкале. Служил в армии. Военный пенсионер, полковник запаса. Последний месяц работы у меня три года работал. Посоль с Россией в Китае в Пекине отработал. Сейчас в Руссии 5 лет работаю. Сейчас в Руссии. В нашей дружесной стране. И в течение 4 лет, совместно с Контактентом Юрки, мы здесь работаем. Просто по этим вопросам, просто вкратце я вам объясню. Когда было инвестсоглашение с правительством Республики Алтай, там было одним из условий от этого исполнения инвестсоглашения, о том, что правительство гарантирует нам выдачу земельного участка для... Какой правительство? Я прошу, я прошу, я прошу, я прошу. 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 Так, не перебивай. У меня есть тут. Дайте я вот объясню. Просто, чтобы было понятно было для всех. Давайте сюда пригласим правительства. Нет, подождите. Теперь Даша. Нас разрешили, дайте человеку высказаться. Вот, на основании этого инвестсоглашения обязаны были нам предоставить. Мы смогли найти ни в ЧОИ, ни в Тарачатском районе. Почему? Потому что очень большие площади сейчас заняты природоохранной территорией, особо охранительной территории. Там нету сельских землей, как вы говорите, да? Вот мы хотели в тлой там бабушке и дедушке всю жизнь отработать, получить свои паи. Мы говорим, давайте мы вас купим, оформим, переведем земли в промышленность. Подали документы. А там оказалось сверху наложен на них запрет, на любые действия. Вот он стоял, дедушке, у него в глазах слезы, потому что он всю жизнь работал, отпадал, и у него все земли. Давайте послушать. Дальше означает документы. Мы подали документы, когда мы приобрели вот этот участок у частного лица, Богданов Сергея Александровича, по договору, купли продажу. Мы оплатили ему деньги на расчетный счет. То есть там никто ничего не воровал, ни химичного ничего делал. То есть у нас все прошло сделка в рамках законов. Подождите, дальше я скажу. После этого мы подали документы, я вам объясняю дальше. Мы подали документы Министерства экономического развития Республики Алтай, которые уполномочены заниматься вопросом перевода полномочий района Турочавского, переданы Республике правительству. И, соответственно, они запрашивали документы в администрацию района, в администрацию сельского поселения, в Минсерфос, в Минприроды. То есть по всем согласованным документам, на основании нашего инвестоклашения, о том, что мы планируем строить вот такие и такие предприятия, они дали распоряжение. То есть на основании этого распоряжения Министерства экономического развития получили документы, мы в управлении. Вы нарушаете. Администрация согласовала, получили документы. Вот тот документ, который мы перечим, вчера мы были в конструкторе, вот по той жалобе, которая была задана вопросом, мы сказали, мы в понедельник, мы не стали запросить эти документы, соответственно, проверить, независимо от нас, что мы там представляем. Ну, можно быть, мы не те документы представим. Все запросы будут основаны. Поэтому пределы в арбитражном суде и есть. Можно я вам вопрос по этому поводу. Вы купили у Богданова Сергея Алексеевича. Богданов Сергей получил наследство этой земли. Ну, так берите в Коначаке. Почему вы в Дмитриевке у наследства в Коначакской аферме? Ну, это его желание было продать. То есть мы же у него не отняли, не своровали. А почему он продает? Почему вы в Дмитриевке, это земельное участок, его право. Это частный у него собственность, которую он продал. То есть вы продаете у себя там кусок земли, это ваше право. Он также продал. Я вам говорю, у него наследство в Коначаке. Я еще в пользу ситуации, я сам военный, полковник, прослужил в армии более 20 лет. Я просто к тому, что говорят, наши, никуда не наши. Я когда защищал Родину, у нас территория была Советского Союза России. Естественно, конкретно на вопрос, ответите, пожалуйста. Я ответил. Я ответил. Нет, почему цель почти нет? Почему цель не есть села? Когда мы вопрос согласовывали строительство, да, мы запросили в администрацию района, в сельское селение, границу, населенные пункты, это находится за пределами. За пределами вы посмотрите карту, запросите у вашего главы. Нет, 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 нет. Мы все равно, чтобы мы взяли где-то, спрятали, мы очень взяли. Воселение написано 3 гектара, 3 гектара. Василенский поле, от которого запросили по 12 гектар, он идет прям за поворотом, вы что говорите. А у этого Богданова, по его и землю от родителей, он купил возле осинки поля. Мы с ним ставили. У него там еще где-то земель, часто он тоже говорил, но мы про него вообще как бы не верили. Он именно продал вам 3 гектара. У нас есть все правовые документы. Он написал 3 гектара. Нет, мы говорим сейчас пока ни о чем, потому что есть правовые документы. Уже ни о чем говорим. Кадастровый номер, все документы, то есть это все у нас прозащит. Надо говорить это кадастровый номер, потому что мы с этим Богданом, я лично это связывалась, мы с ним, было спор у него, мы с ним. У него основная, поевая земля родителей, он выбрал возле Осиновой горы. Поле огромное, такое большое. У родителей 2 пая было. Но мы-то взяли у него земельный участок, который там, где он находится, там 12-20 гектаров. Глава поселения подписала вам распоряжение на 3 гектара. Но знаешь, что не ошибочно распоряжение, то есть она к нашему мнению не будет. Через 3 дня он переправил свое распоряжение на 3 гектара. Почему? Ну вот я не знаю, спросите у главы, почему он писал одно, и два, и три документы. Ну вот документы покажите. Документы покажите. Вот документ здесь у нас лежит, подойдите, каждый посмотрите. Вот здесь документы у нас, выписка из регистрации. Основная земля у Богданова, вот кто более? Ну мы эту землю у него не брали, не трогали, не покупали. Короче, вы не понимаете, что он никого не брали. Ну мы сейчас вопрос решим, давайте подавим, послушаем дальше. Еще один, Николай, да! Тише, за пределами населенного пункта, это землепромышленности сейчас. Право собственности зарегистрировано за ООО-ресурс. 12-20 гектаров. Развитие. Ой, развитие, да. Не зарегистрировано. Поэтому, не знаю, о каком распоряжении вы говорите. Не зарегистрировано это земля. Почему, на каком основании вообще делал распоряжение глава сельского поселения на 3,5 гектара? Мы сейчас вообще о каком распоряжении говорим? А он почему не надо гектаров? Он, наверное, 100 гектаров. А почему вы, когда в Баркале-то не спрятали, они все приехали? Там, где-то есть, построили. Вот я вам, что-то что-то проеду. Они у нас, когда я скажу, я по всей России, говорю, что не надо об этом. Нет, это наоборот, почему я за Байкали? Не надо. Приехал, потому что здесь надо помогать. Все, давай, не надо помогать. А не надо помогать. Не помогите, совесть свою помогите. Константин Георгий, другое энергопотребление, объясните нам еще. Всю математику, все цифры, правовую сторону вопроса, все это в рабочем порядке. И в основном идет проверка от прокуратуры. Здесь человек объясняет, как он, как этот процесс шел. Я вижу, что человек с поведением пришел и говорит, как он, как он, информацию. Давайте будем культурным. Мы культурным. Мы культурным. И это, по словам, в лесу, не может у вас успокоить. Куда вы собираетесь вот это производство подключать? К нашим КТП-шкам, которые старые, которые мы всю зиму ремонтировали. Мы сидели неделями без света. Они свое КТП ставили на десятку. У нас договоры с Россиями, что ли? И что, и куда мы денемся тогда? Головина Дмитриевки и ударила свою, свою, свою. Я вам скажу, что... Анатолий, у тебя документов нет, кто не может отвечать. Нет, я просто скажу, что вот вам что. Давайте посмотрим. Они не могут сесть на наших. У нас на сегодняшний день есть договор на технологическое присоединение к электричественным сетям в районе Дмитриевки. Это договор с Россиями. Там они определяют мощности. Эти мощности, которые идут вот в этом направлении, позволяют нам подключиться на 630 кВт. КТП мы ставим свое, своим сильным средством, они нам оказывают договор о предоставлении мощностей. А те мощности, которые... То есть, это не значит, что у нас заработал КТП, свет отключился в деревню, грубо говоря. Дополнительный мощность до 2 с лишним мегаватт, которые идут в этом направлении. Тогда мы будем дороже платить электролепию. Здесь каким образом вы будете платить? Теперь объясните мне, пожалуйста, вот последний вопрос у меня на засыпку, и все, я исчезла. Как вы собираетесь восстанавливать производство, вот здесь вот, производить производство, если у вас за прошлый год по доходам, ну, отрицательный баланс в 3 миллиона 716 тысяч? Вот по этому поводу давайте еще только отвечу, но я более детально занимался этим вопросом. У нас на сегодняшний день за последние 2 года мы не заготовили ни одного куба, вот есть представитель лесничества, если подтвердит, не заготовили ни одного куба, при этом заплатили, чтобы сохранить аренду, сохранить рабочие места, заплатили порядка 16 миллионов. Эти деньги у нас заемные, то есть эти деньги мы взяли у партнеров, у заказчиков, для того, чтобы сохранить на кубе. За этот период, за 2 года, мы выставили порядка свыше 30 тысяч саженцев, кедр и сосна, вот в этих огнях. То есть это у нас есть лесной подвес, который, соответственно, проект освоения лесов, соответственно, мы не можем нарушить. Вот любое нарушение, вот есть представитель сегодня прокуратуры, есть представитель лесничества, который нас контролирует, любые шаги. Вот когда мы 2 года назад, в Усть-ПЖ, тоже так же, у нас были, это все люди, зелены, которые говорили, не дадим природу портить, мы говорим, давайте вместе с вами поедем, помогите нам, выставить саженцев, ни один человек не пошел. Не надо, пожалуйста, лгать. Вот, если можно, И сейчас это будет. Вы сейчас начнете массово вырубать, выпиливать лес, по коностроенности, и будете продавать его. И никакого здесь предприятия не будет, потому что это вот, вот буквально ни на один вопрос вы сейчас не отпилили. Я не отметил. Вы тоже укрываете сейчас от нас. Все, каково, проекты, разработчики, условия договора нам. Мы сюда пришли, надолго. Нет, 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 нет. Я объясню почему. Мы вас проводили надолго. Ну, сейчас, минуточку. Дело в том, что, вы, может, не обратите внимание, но я просто не могу пока все вопросы открывать. Есть несколько заказов, которые, кроме технологий, которые мы сейчас предполагаем, никто пока делает надолго. Мы сегодня в состоянии определенных событий. И мы эти заказы берем на себя. Мы все с разрабатываем технической документацией. И будем поставлять продукцию на Китайский завод по производству. Потому что сегодня взрывается на Украине. Нам помощники нужны, нам рабочие нужны. Технология весьма сперегающая. Без соления, без физики. Обыкновенное лесоперение, сушка и все остальное. Одна ферма закрывается, вторая открывается. Давайте я скажу. Так, минуточку. Минуточку. У нас тут присутствуют посторонние, иноагенты, или это ваши специалисты, которые... Минуточку, например. Это вы, иногент. Это вы, иногент. Это вы, иногент. Это вы, иногент. Можно информации, это истремить. Понятно? А вы лжете все. Так, Наташа. Ну покажите, докажите нам документы предоставки. Наташа. А мы все поделали. Вообще к вам. Тише, ребят, ну пожалуйста. Господи, господи. 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 Так, давайте я представлюсь. Я житель этого села, родился здесь, и к тому же являюсь председателем Совета коренных полночисленных народов нашего района. Тише, тише. К вам следующий вопрос. Вы пришли к нам неподготовлено. Представьте, пожалуйста. Вы, я уже представился. Вы мне фамилию, отчество. Семачев Николай Васильевич. Вот здесь вот вы не поставили нам доску наглядную, не показали свой проект, какие у вас там площади, где вы берете. Мы сейчас говорим о воздухе и непонятных вопросах. Вот именно. Вы не приготовили для отчета нам проект, как вы заходите, примерное расположение, как что должно быть. И мы здесь тупо просто воду в воздух в ступе толкнем, и никакого понимания у нас нет. Вы пришли и просто рассказываете. Покажите нам в следующий раз наглядно карту, как все должно выглядеть, какие у вас планы, где какие цеха, где подъезд, где отъезд. Мы будем смотреть, вот здесь я живу, вот здесь сосед мой Сенька живет, вот здесь поля вот того и это поля этого, блин. А сейчас мы непонятно о чем разговариваем. И когда земля с баланса переходила, от Советского Союза на баланс Российской Федерации. Следующее, следующее к вам от нас. Смотрите, мы в этом вопросе, я вот лично уже погрузился, и к нам приходят разные люди, там предприятия. Начнем про золотарей, про другие компании. Они нам рассказывают про счастливую жизнь, еще никто нам ее не сделал. Вот вы приходите к нам, и прежде всего здесь построить свой завод, вы просто приехаете и построите нам сначала на современный спорткомплекс и стадион в деревне для начала. Вы сначала попросите свою работу и желание работать для народа, для страны. Если у вас уставной капитал 10 тысяч, вами здесь делать нечего. Потому что о чем с вами разговаривать, когда вы обанкротитесь? Если у вас есть хороший уставной капитал, вы можете нам построить здесь спорткомплекс с бассейном, с дорожками беговыми, блин. Где дети будут у нас заниматься? И школу, потому что дети учатся в сарае. А сейчас мы просто говорим ни о чем. Грамотные, разрушать дорогу. Школа это не ваше дело, мы вам про стадион говорим и спорткомплекс, который вот вы можете построить, а школу министерства образования пусть разберется, блин. Поэтому вы в следующий раз подготовьтесь, подготовьтесь, я вам говорю, вы меня перебиваете. Вы зачем так не делаете? Я слышал. Вы что всегда рассказываете? Идите на собрание. Слушай, в моем случае. Подготовьтесь, подготовьтесь качественно к нормальному собранию. Это мое вам пожелание и ваше предложение, как вы нам построите хотя бы спорткомплекс. Вот. Все. Вместе с тем, что вы здесь улучшите строить. Я же говорил, что мы здесь на то уже. Уже по поводу приезжаем. Я целиком за... Господа, хорошего обещаю. А насчет подготовиться, это наша первая встреча получит. Поэтому я тут еще третий. Не одна. Господа, можно сказать? Вот мы уже по левому протоколу. Подаем анализы свои. Да? Анализ мочи. Анализ крови. Тогда нам выписывают рецепт. Разрешение на лечение. А вы пришли сюда. Мы говорим, где у вас экспертиза экологическая? Разрешение на перевод промышленное. Можно ли там это строить или нет? Вы говорите министерством, все нам подписали. Это можно денежку получить. Покажите нам экспертизу экологическую. Мы чтобы были удовольствованы, чтобы мы не боялись жить и пить эту воду, которая течет оттуда к нам. Почему вы этого никак не поймете? А это вред. Нет, мы понимаем, промышленность это значит всякие ядохимикаты, всякие нефтепродукты. Все это в землю уходит, земля матушка все всасывает. На поверхности можно гладко все утюгом погладить. А куда это все уходит? Вы нам этого никак не хотите рассказать. Нам это надо знать всем людям. Мы за здоровье, за свое переживаем. За здоровье своих детей, за здоровье своих внуков, за экологию, которое нас окружает. А вы хотите вот прийти, это все стереть света земли получается. Мало того, вырезать все деревья, где-то там начинать и где-то тут. И ближе, 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 ближе. Вы ответите на этот вопрос. Спасибо. Это главное наше такое. Ответ. Что касается экологии, разрешительной документации, всего остального. В самом начале Олег Николаевич сказал, пожалуйста, запрос мы вам выдадим. Устно запрашиваем, нам не надо ничего писать. Устно запросили, вы нам письменно ответьте и докажите. Потом, ресурсы, чьи скажите, чья земля и чьи ресурсы, чьи? Кому принадлежат? Ответьте на этот вопрос, да. Кому? По конституции. А конституция устав государства. Чья земля и чьи ресурсы? И кто здесь хозяин? Вы что не хозяин? Нет народа. Спасибо, Ната. Все, давай, так тише. Порядок призывай. Давай, давай. Я к этому уже хочу сказать. Вот сказали подготовиться и так далее. Приехать и все это нам показать. Но, я как поняла, здесь разрешение выдало миф эконом развития. Правильно. Послушайте, пожалуйста. Тише, тише. Тише, тише. Тише, тише. Слушайте. Разрешение. А дайте сфотографировать документы ваши. Наташ, ты сядешь или нет? На минутку кофе. А кто боится? Я ничего не боюсь. Я ничего не боюсь. Так еще раз. Разрешение выдало миф эконом развития. Правильно я говорила, Николай Балыч? С вами согласовали этот вопрос? Я, к сожалению, я знаю. Есть вопрос по существу. Тише, тише, ребята. Слушайте дальше. С районом этот вопрос не согласован. С нами никто не согласовал. Поэтому у меня предложение пригласить сюда представителей Минэкономразвития на каком основании? Почему ни с районом, ни с нами этот вопрос не согласован? И почему это в районе... Вот, в 100 метрах от жилого дома строить эту базу. Это что такое? Этот завод. Вопрос понятен. Вот. Вам же я бы сказали. Решение в правительстве. Я про это и говорю. Пообещала. А раз правительство пообещало с Харапуртом, значит все можно. Я поэтому и говорю. Пригласить сюда. Пригласить сюда. Все, все, все. Давайте пока документы не... Порядка. Тише. Скажите, вот еще. Я призываю к культурности и уважения к каждой личности. Культура? Когда вас обворовывают? Это культура ваша. Наташа, пожалуйста. Можно мне? Можно мне? Пожалуйста. Ответ сделаю предыдущий. Потому что вопрос был. Можно мне? Можно мне? Так, тихо, вопрос. Бородулина Людмила Николаевна. Все вы меня знаете, дорогие односельчане. Вы знаете, когда в России... Вернее встал вопрос, вот куда ехать. Единственное место в России это Республика Алтай. Где было экологически чистое место и чистый район. И где есть на сегодняшний день. По поводу... Это мои мысли. Это только мое мнение. По поводу того, что Республика дали добро на развитие Республики. Абсолютно согласна. Но не в населенных пунктах. Почему бы не сделать на меже Республики и Алтайского края? Там нет населенных пунктов рядом. Дорога, вот она проходит. Делайте, пожалуйста. Действительно. Ну асчет экологии уже сказали. Я не хочу это все заново говорить. Это вода. Ушку испортили. Сейчас ульмени испортят. Все это в бию несется. И все это в большие реки. Об этом вообще никто не думает. Это первое. Я уже заикнулась. Пчеловодство. Единственный мед только с горного Алтая по всей России. У меня везде родственники, знакомые, друзья. Все только отсюда можно мед кушать. Из Паганина везде вся земля. Да я не против рабочих мест. Ну, мои хорошие, ну вы же знаете. Ведь я когда сюда приехала, я хотела рощу посадить. Взять в аренду большие земли. Мне же не дал никто. Сделать именно там, где год рабочие места. Ведь у нас же люди ездят в БИСК на работу осенью, летом на сборку все. Пожалуйста, делайте здесь. Используйте эти земли. Оно же не будет ни экологию, ни рабочие места. Если будет стоять завод. Все знают, что сейчас высокая технология. Кто из наших Пети, Васей, Мани и Тани, кто пойдет на этот завод? На эти ленты. Это нужны специалисты. Я это говорю не просто так. Я образованный человек. У меня три высших образования. Я сама много строила. Я не против производства рабочих. Но постройте за пределами. Подальше. Да мы будем только за руками и ногами. И нам нужно перерабатывать и опилки. И все это нужно, когда они горами лежат и клеют. Я только за это. Ну вот экология. Ну мои хорошие. Но это же все сразу в там тарары. Ну почему в населенном пункте? Почему мы должны теперь отсюда уезжать и искать где-то другое место? Уже нет таких снижений. Уже нет таких снижений. Вопрос. Васильевич Виктор Александрович. Какой объем лесозаготовок планируется? В Афистане. В Афистане. До 30 тысяч кубов. 35 тысяч кубов. Тише, тише. Я вам сейчас расскажу про то что... Подождите. Подождите. Вот смотрите как все просто делается. Это еще было пресс СССР. Чтобы... То есть... Было такое выражение, царские леса вырубили, остались советские. Теперь советские вырубили, что осталось? Шишно-костная маска. Смотрите, как все просто делается. Здесь был Жариков такой директор, все его помнят, да? Мы с ним разговариваем эту тему. Очень просто делается. Например, возраст определенного класса 40 лет, да? Чтобы запустить ему руку, звонок, его переводят в возраст третьего класса, там 60 лет или 80. И все, и пошло, поехало. По результату, если разобраться, тут у нас уже лесов не осталось конкретных. Чтобы они были годны вырубке, мысли осталось и немного. Теперь смотрите, что дальше происходит. В принципе, нам на земле ничего не принадлежит. Мы сюда пришли просто в гости. Нам надо свою жизнь благополучно прожить по совести и по чести. И уйти с достоинством. Жаль, что это многие люди не воспринимают серьезно. Дальше сейчас объясню. Только молчите, не перебивайте, пожалуйста. Это вещь очень серьезная. В жизни мелочей нет. Все кругом живое. Оно хочет так же жить. То же самое дерево, та же самая рыба, то же самое животное. Все хотят жить. Поставьте себя на место этого дерева, которое вас пришел человек и хочет спилить и переработать по высокотехнологическим оборудованиям и так далее. Смысл в чем заключается? Никакое благоустройство, никакие рабочие места, даже с высоким заработком, вам не вернут экологии, нарушения климата. Никакая экология. Люди, которые там работают, они не подтвердят это, потому что они в этих вещах баран баранами. Им главное подмахнуть и убедить, что все будет благополучно. Смотрите, что происходит. Нас убеждают, что идет потепление. На самом деле, я вот когда-то в Подбийском жил, мы с женщинами разговаривали, она тоже там в Подбийском жила, уехала в Ростов. Идут перемены не в лучшую сторону. Идет похолодание. Ночи стали холодные. Дожди то есть, то засуха. Солнце вообще греет по-другому. Вы понимаете, озоновые дыры и так далее. Если глубже это все раскидывать, это вообще очень серьезная вещь. Понимаете, в чем дело? И правильно подняли вопрос. Старые колодцы, они, вода падает. Ну, Малагон, кто-то заходил, смотрел, он уже два метра прокопал, вода уходит. Я в Подбийском жил, раньше колодцы были, в мою бытность, маленькие, 30 метров. Сейчас бурят на 40 и ниже. Понимаете, в чем вопрос? А нормально, если сам возле берега? Вся вот эта химия, которая называется, экология подписала там и так далее, да это туфта на постном масле. Самое натуральное, она просто замазывает глаза. Самое главное, совесть. Человек всегда жил и живет в природе. Лес всегда кормил, поил, обывал, одевал, давал биотопливо, натуральное, не такое в гранулах и переработанное. Посмотрите финские домики. В свое время, когда их строили, прошло время, и у людей начались всякие легочные заболевания, пошло, поехало. С чем связано? А в той технологии, которая была заложена, понимаете, заложена в эти финские домики смола и так далее, и так далее. Даже вот эти самые прессованные опилки, которые переводили, строили, там эти шкафы и так далее, они то же самое делают. Поэтому, я еще раз говорю, никакая экология не восстановится, это природа, это на многие десятилетия может растянуться. У вас по существу вопрос есть? Я объясню ваш вопрос. Слово не может. Слово, пожалуйста, Владимир Камбадюк. Владимир Камбадюк, житель этой деревни Дмитриевки. Я поначалу слушал, как бы, решил узнать все-таки, что расскажут, как расскажут, какие-то данные. С одной стороны факты, с другой стороны факты. Но тут коснулся вопрос. Задали несколько вопросов о том, что кто что подписал, кто разрешил, покажите фамилии, покажите что-то еще. Не говоря. Потом с вашей компанией, фирмы, человек говорит, документы все есть, лежат на столе. Я подошел сейчас, спрашиваю, документы у вас здесь, покажите. Какой у меня был ответ? Ничего не покажу. Сделайте запросы и все. А в чем тайна? Мне не хочется больше вас слушать после этого. Я не вижу честности никакой. Что это? Покажу, не сфотографирую. Мне не хочется так попросить. Слово имеет рыбак со стажем, участник войны и СВО. Рыбак. Ага, я не сфотографирую. А только что вернулся. Во-первых, конечно, мы здесь вот так вот, по идее, превратили в балаган. Давайте, правда, вот, как бы, по очереди, кому предназали слово. Говорить не надо, перебивать, кричать. И трудно им, и трудно нам. Это во-первых. Во-вторых, конечно, я, как коренной житель села, конечно, я против этого. Да. Мы можем, конечно, говорить, что, с одной стороны, да, кажется, что кто-то, ну, несколько людей, как бы, защищают свои интересы. Я согласен с этим. Но ведь мы собрали здесь большинство, все жители села здесь. Мы собрались, мы не представляем, там, Марину, там, или вот, по длиности, в которой будет житель жить, это все слушать. Мы все жители села, мы все против этого. Все против. Нам не нужно здесь. Да, мы понимаем, конечно, рабочие места, да, возможных мы... Для китайцев рабочие места. Ну, это, мы одним днем поживем, а что нам останется потом? Что нам останется потом? Я сам, вот, лесозаготовитель, тоже прекрасно это понимает. Да. А если вы завезете туда вот эту вот технику современную, ну, вот эти, кто они, там, Харвастер или как, это все будет здесь. У вас это сейчас в первоначальном, пока еще взяты вот эти участки в аренду, ну, вы же на этом не остановитесь. У вас, если кто-то пойдет, вы и дальше идете. Пойду в Россию. Это будет пустыня. Конечно. А как нам потом дальше жить? Остался какой-то уголовный. Ну, да. Это, да, и как рыбак, конечно. Она сказала, Павел. Так, минутку, минутку, минуточку. Он говорит, как рыбак. Это очень важно. В экологию говорили, как рыбак. У нас тут ввели место, там-то построят завод. Да, они у нас еще ни гектара не взяли. Как нельзя? Он же там взял. Дяденька в очках вот. Он сказал, ни одного не взял. Так, тихо, тихо, тихо. Конечно, и как рыбак, понятно. У нас и так ее уже рыбают. Ну, тут ее и уничтожают, и как бы, и свои тут, и сетями все на свете. И речки высыхают без того. Хотя у нас, как бы, ну, там на пилораму. Какая тут у нас, да, промышленности нету? Что касается по химии, я понимаю, что у нас сейчас, как бы, вас убеждать в том, что не будет химии. Давайте мы дойдем до технологии, и тогда будет все понятно. Что не показали документы. Здесь было предложение сфотографировать. Сейчас закончим. Подходите от и то, поначалу, по этапу сфотографируйте, пожалуйста. Информация полна. И по лесу. Ведь мы ведем разговор не о лесе вокруг Дмитриевки. Вы просто, у вас нету. Вот представитель. А зачем здесь нам завод, если у вас нет завета? Зачем нам здесь завод? Ну, я же вам объяснил, что с самого первоначального. Вы просто взяли землю здесь, и все. Причем не все. Причем леса может быть. У нас республика Алтай. Вы с республики Алтай весь лес вырубаете. Вы возите, отсюда будете. У нас верха начнут сохнуть все. Верха. А мы здесь тогда останемся вообще в пустыне. Если вы даже вот этот пограничный лес весь вырежете. Побеи, но сквозная контора плавила до 700-800 тысяч километров. Это было давно. Сейчас уже объем леса заготовок в целом по республике где-то порядка 150-900 тысяч километров. Но весь лес вывозится в круглом виде. Речь идет о переработке. Речь идет об экономике. Мы про дерево, а мы про здоровье. Я про здоровье. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. В Краджевском районе в глубокой переработке вот так. Да, там 50. Степанов есть. Тихо, 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 Тихо. Все делают вагонку. Все делают имитацию. Степанов собрался клееный брус делать. Уголовные дела уже завели на всех. На директора лесхоза. На Степанова. Вы тоже этого хотите. Самого крупного предпринимателя. У нас есть глубокая переработка. Как у нас нет глубокой переработки? Но вагонку, а кто что в Бийске продает вагонку глубокой переработки? Вот, допустим, Турачак, Турачак, Турачак. Как вы же делаете, надо ставить, чтобы переработать? А кто в Новосибирске продает глубокую переработку Турачакского района? Как у нас нет глубокой переработки? У нас глубокой переработки выше крыши. У нас этих пилоран до чертовой матери. Сейчас прокуратура постоянно проверки. СХ возбуждает указанные дела. Директор лесхоза сидит. Степанов два года под домашним арестом. Как у нас нет глубокой переработки? Полно. Так нам не дают, что можно переработку делать. Вот, ребят, леский инвестор. Лепый инвестор. Мы не знаем инвестор. Десять тысяч вставной капитал. А деньги-то где будете брать, ребята? Вот на все, на все, на все. 15 миллионов оборот за 2022 год. Это меньше минчинского магазина. Да? Честно. Это оборот. Это налоги. Наоборот. Вот это пока стал бороться в доступе, да? В доступе. В публичном доступе. Где будете брать деньги? На станке оборудования, на то, на то, на то. Я-то не знаю. Я пока что-то не знаю. Вот на эти старики, которые грешут. Нет, он не завезет. У него сейчас денег нет. Ну, где-то миллионов 200 надо, да? Вот так, чтобы разогнаться. Или, может, я ошибаюсь? Что-то много посчитать. Маловато, что ли? Нет, нормальное посчитать. Миллионов 200 надо, чтобы встать. Кто инвестор? Мы не знаем, кто инвестор. Почему та, если переработка, которая на данный момент есть, глубокая переработка загоняется куда-то и приходит в новый игрок? Он нам зачем? Погадит, 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 погадит. Мы не знаем. Знаешь, я принципиально, вот не то, что я там такая вот около меня, да? От меня далеко. Моя фирма от вас далеко, да? Я просто принципиально против переводить земли сельхозназначению в промзону. Сегодня около него поставили, около, где там Наташка, около них поставили, завтра около меня поставили. Пришел инвестор, сказал, а я хочу здесь построить завод, блин, химикатер перерабатывать. Базу нельзя, а завод можно. Базу тоже можно, да? Можно перевести в рекреацию, можно перевести там еще куда-то, можно перевести, но в промзонку переводить нельзя. Вот это принципиально. Нельзя переводить сельхозку в промзонку. Почему? Горналтайс решил через голову района, как у нас нет в районе главы, да? Ну нет, у нас нет главы. У нас нет главы в поселении, у нас нет главы в районе. И Горналтайс через голову района почему-то принимает решение о переводе с земли сельхозназначения в промышленную. Не понимая почему, может быть, по закону это и возможно. Но я считаю, что в суде это надо протестовывать. То есть просто снимать юриста, смотреть документы, обращаться в суд и пусть суд вот это вот все рассмотрит. Зачем покупать юриста? У нас ставите в прокуратуру. Прокуратура проводит проверку. Экологическую прокуратуру напишем, на прием к Уфанову пойдем. Природоохранная межрегионная, межрайонная прокуратура тоже будет проводить проверку. Почему переводилась, как переводилась? Дальше вопрос о покупке земли, да? Как покупали землю? То есть были ли публичные... Ну сначала землю надо было предложить поселение. Предлагали землю поселение. Не знаем, да? Законность покупки. Дальше законность перевода. Все будем протестовывать через прокуратуру и в судебном порядке. Мы ничего не знаем, да? Все это голословно. Почему подписывали? Кто подписывали? Я лично запишусь на прием к спикеру парламента нашего. С подписами всех жителей. Да. И мы спросим у спикера парламента, почему, например, в Ебагане-то не переводится земля сельхозное значение в Промбу? А почему не переводится? Вы же из Ебагана, господин Иванов? Перейдите пару стоянов в Промбу. Или завод там поставки. Промборку стройте в Ебагане. У себя в квартире. Дальше. Я не понимаю, почему район не может им выделить землю под Промбу? Ну, если так вот. Не выделяет, не выделяет. Это большое производство. Вот для нашей республики 630 кВт – это большое производство. На данный момент самая большая пилорама – это 500 кВт. Сейчас будет 630. На 25% больше. Достаточно гадит эта пилорама. То есть, я говорю, под домашним арестом 2 года находился хозяин, да? Но мы уже к ней привыкли. Он уже вместо, он там более-менее знает, да? Он знает, что ему здесь жить. Он сильно это не гадит. А это люди пришлые с непонятными капиталами, с непонятными инвестициями. С термятником здесь. Как они договорились с республикой? Я не знаю. Ну, мы можем написать в Следственный комитет бумажку. Как? Как? Вот это вот все проходило. Кто подписывал? Что подписывал? Законно? Незаконно? Ну, пусть прокурору разбирается. Это даже нужно сделать. А что он с вопросом? А что он с вопросом? Вопрос, два вопроса. Подожди. Вопрос, человек. Вы проходит в порядке или письменное? А вопросы вы не отвечаете по проходит в порядке? Так, следующий вот. Письменное. Они не отвечают на вопрос. Ни на один вопрос нет. Ответа привезут. Давайте ответим. На один вопрос нет. Ответа вразумительного. Вот Кашу подойдет. Давайте мы ответим. Тише. Ну, чтобы было понятно вот на те вопросы. Не надо ответить. Не можете ответить. Не надо ответить. Дайте, Ольга Александровна. Вы не даете отвечать. Дайте. Извините, а у вас. Как мне интересно? Любое производство переработки леса, оно подразумевает под собой химию. Химия, вы мне даже не говорите, я уже посмотрела все. Пишут везде, без химии, без химии, химия не опасна. Ну, везде есть. Финолы, фальмардыгид, ацетоны, нефтепереработка. Везде есть. Во всем производстве деревообработки. Я фельдшер со стажем. Я отработала в Барнауле 25 лет на скорой помощи. Здесь я работаю уже 3 года в ЦРБ. Вся эта переработка, вся эта химия будет уходить в землю. Здесь земля такая, что воды все источные идут в родники, в питьевую воду, в скважины наши, в конце концов. Это что будет потом? Самое главное, то есть самое безопасное, это аллергические реакции начнутся. Аллергические реакции, бронхиальные астмы, и вплоть до онкологии. Онкологии стало в районе много. За последние 3 года онкология в районе увеличилась в размере. Это я вам прям говорю, прям вот так, как сталкиваюсь с этим. И онкология будет не только у взрослых. Детская онкология появилась. Своих детей сюда везите. Это самое страшное. В населенных категорически запрещается все это делать. Почему в деревьях-то опять же? Я просто представлю на ответ, пожалуйста, в части обобщение. Обязательство будет какое-нибудь от полу развития? Что на себе здоровый будет? Нет, пожалуйста, ответ. Никаких обязательств начнем с химии. Вы как-то вот процитировали химии, фенола, там еще. Вы как это определили, что мы будем химией заниматься? Или вы предлагаете это? Я вам ответил, что там производства химического не будет. Обязательно, пожалуйста, подвозь и печаль. Есть еще вопросы по вам? Есть вопросы? Когда они от земли, мы больше не приедем. У нас один вопрос. Когда они будут? Может, это не больше не надо? Минутный вопрос. Проходи. Проходи земель сельскохозяйственных промышленных, то, что вы сделали за очень короткие сроки. Помимо экспертизы экологической, нам прокурор даже не может назвать, никто не может назвать фамилию. Нам не надо документы. Назовите фамилию. Мы найдем этого человека, мы спросим с него. А у них нет? Должно быть обоснование от органов местного самопроекта, что никаким другим образом эта земля, огромная земля, огромная площадь. И сельскохозяйственным образом использоваться не может. Вы хотите сказать, что население решило, что земля ей не нужна? Некоторые говорят о здоровье, о топливе и так далее. Вы не думайте, что вы потом где-то через суды что-то вернете себе, какое-то здоровье. Судебная практика в России таким образом сложена, что никто не выигрывает. Потому что наши законы предусматривают отсутствие экспертизы, например, по передному производству. По данному заводу, например, по техническим характеристикам он должен располагаться вблизи промышленных больших предприятий для того, чтобы брать с него отходы. Эти отходы вы будете брать с кругляка, который по дармовой цене достанется вашим заказчикам, как вы сказали. Вы нас очень пожалели в начале выступления. Сказали о том, что Чуйский и Турачевский район остался с весом. Пока. Мы благодарны за эту жалость, абсолютно мы понимаем, что вам нужно захапать все, уехать отсюда. Куда вы уедете с таким грузом на Союзе, вы не подумали? Мы в начале выступления своего сказали о том, что в правительстве было решение или рекомендация о том, что в туристических зонах это проводить. Ну, устраивание этих заводов, постройка и так далее. Это неправда. Потому что круглый стол при правительстве называл конкретные области регионы. Ни один регион Сибири к этим регионам не относился. И помимо этого, о туристической деятельности вообще не идет деятельности. У нас республика дотационная. Вы о какой экономике говорите? Вы просто оставите здесь людей умирать. Вы в силу, кто пришел сюда. Вы это понимаете? Убийцы, геноцид народа. У меня вопрос конкретно к прокурору в частности. Вот, например, когда кто-то из села в частности берет участок, насколько я помню, раньше было, дается объявление, что этот участок с каким-то кадастровым номером, чтобы вдруг какие-то претензии были, где, от чего имени было дано объявление населению. И рассматривается месяц, а у вас за три дня. А вы им в ответ на то, что приняты уже какие-то действия по постройке этого завода, дороги не будет. Это однозначно. Население отсюда уедет. Однозначно. Детей здесь растить будет невозможно. Ни выгодно ни школы, ни дороги, ни инфраструктуры. Вы не можете даже сказать ни одной фамилии. То есть вы вообще не разбираетесь. Вам все равно, кто-то, кто делает. Вы не в курсе, получается. А вы говорите, будем разбираться. А смысл этих разбирается, когда уже все делается? То есть им можно оформлять. А вы будете разбираться на основании тех запросов, которые идут месяцами. Потом вы делаете отклонение. Потом опять разбирается. Кто за это будет отвечать? В первой линии территории у нас уже что-то. Мы проверим, насколько областована была приводка категории земель. Если ли хозозначение промышленности, то будет за это отвечать. Минуточку, минуточку. Дадим ответ. Дадим ответ в письменном виде заявителя. Погромче говорите. Погромче можно? Если в письменном виде вам дадут ответ. Так, тишка, тихо, пожалуйста. Уважаемое собрание, тихо, пожалуйста. Я отвечу на этот вопрос немного. Буквально по этой земле, по которой они взяли, мы буквально недавно узнали о том, что эта земля переведена в промышленную зону. Когда я заткнул в карту, я вижу, что земля переведена в промышленную зону. Чекос назначение было только три дня назад раз. Это произошло буквально месяц назад. То есть мы до этого, до этого мы... В 22-м году перевели. В 22-м году перевели. Ну я не знаю. Тогда там в смерть пристаньте, пожалуйста. Хорошо, ладно, пусть будет так. Не важно. Я, значит, узнал, когда перевели в эту зону, значит. Я задаю вопрос Алексею Попову. Звоню ему, говорю. Каким образом вы перевели, кто перевел эту землю? Каким образом? Он мне говорит, ого, ПОО развитие. Дайте, говорю, телефон. Мы все в ней были, вообще не были в курсе от этого события, которые произошли. Никто нас в курсе. Так где-то там кто-то говорил. Я говорю, где же вы раньше-то были? Почему вы раньше молчали? Почему не говорили, что эту землю кто-то собирается перевести в промышленное производство? Хотя многие жители в деревне тут говорят, а я вот там мы знали, а вот мы знали. Говорят, почему вы молчали раньше? Значит, мы в этот момент, значит, вот буквально, я не знаю, чуть меньше месяца назад подняли, значит, этот весь вопрос и пошли в прокуратуру. Прокуратура тоже не была в курсе этих событий, понимаете? Мы написали заявление в прокуратуру о том, чтобы они разобрались, в принципе, каким образом провели вот эту процедуру. И поэтому в прокуратуре сейчас вопросы задавать тоже, знаете, почему? Потому что они... Это месяц на разбираться. А? Месяц на разбираться. Ну, а как вы хотели? Это же все. Дело в том, что сразу здесь, как говорится, ничего не строилось, ни в Москве, ничего. То есть тут надо время, тоже время им дать на это вопрос. Они сказали, что да, они сейчас... То есть мы разговаривали, пошли, когда, значит, на прием в прокуратуре республики. Значит, нам организовали. Вот. Мы там как раз написали заявление. Сейчас заявление там лежит. И они сейчас разбираются. На рассмотрение, с какими времени оно будет лежать там? На рассмотрение, с какими времени... Они раз... 30 суток. 30 суток. А почему они едут на среднях у меня? Они сейчас... Тихо, 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 товарищи. Уважаемое собрание, тихо. Так, теперь я представлю, кто выступал, Петрищев, Анатолий Алексеевич, староста инициативной группы. Инициативная группа под роспись. Более, более 70 человек, значит, организовалось. И вот то, что он рассказал, были сделаны такие технические действия. В течение... Это произошло, по-моему, в понедельник, 31... Да, вот 31 числа июля, сегодня вот число понятно какое, вот 30 дней будет ответ. Официальный ответ. После всех этих ответов инициативная группа какие-то действия произведет. Так, у меня еще... Секундочку. Значит, сейчас сзади меня я услышал, что землю вы перевели в промышленную зону, когда? В 22-м году? В 22-м году была произведена. Так, буквально 6... Буквально мы сейчас документ смотрели, да? В этом... Попов подписал о переводе земли 6-го там... 13-го июня. 23-го года. 13-го июня. Попов. Глава улицов России. Переводить полномерно. Приконно, значит, перевели землю без всяких. То есть вы нас не предупредили. Никаким образом. Можно я отвечу? Вы же сами сказали. Надо отвечать. Вам дали ответ. 30 суток будет ответ, будет проверка. Почему волноваться? Мы как-то... Нам не волноваться, если вы завозите уже. Как нам не волноваться? Чтобы под строительство заморозить. Вы доводите. Я так считаю, что... Вы пока роман вне детства. Прави само без... Мы определим границу. И никаких надежек нет. Не знаю, я уже видел там... Да не можем мы еще разобрать. Вы пришли нам рассказать про свое предприятие, которое оно будет призначно и цветущее, правильно? Вы пришли, говорю, рассказать нам про предприятие, которое будет цветущее и хорошее в нашем селе? Да почему хорошее присущее? Или узнать мнение народа. Мы, в принципе, уже затянулись долго. Говорим о том одном и том же. Может, теперь проголосуем, что народ скажет? И при чем ведь мистерство? Это народ сказал вам нет. С нашей стороны, можно? Уже заканчиваем. Давайте два слова. Будем голосовать. Вопрос уже не нужно. Нет, мы уже... От того, чтобы мы наговорили, дайте, возможно, нам что-то... Да не надо, мы не хотим вас слушать, понимаете? Уважаемые сады, но если... Вы говорят, нет, вы лезете. Мы вам, ваше сады, представьте нам, что они так... Две минуты, две минуты. Я не могу, пожалуйста, это будет высказать. Да. Добрый день, уважаемые. На сегодняшний день правильно говорить. Все ваши опасения, переживания за будущих детей, за тех, кто живет в этом селе, в этой местности, это понятно, это ясно, потому что мы все живем, мы живы на этой земле, ну, какой-то период жизни уходим, следующее поколение растет. Мы всегда переживаем, что будет дальше. Это все правильно. Вот и стройки, пограничить судьбе. Да не здесь у нас. Подождите, дайте, 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 дайте. Лариса, речь не остановитесь. Арина, подожди. Правильно, задает вопрос, то есть вы хотели сегодня показать графики, схемы. У нас сегодня разговор немножечко преждевременный, потому что мы еще ничего не сделали. У нас ничего еще нет. У нас идет процесс подготовки, проектирование. У нас еще проектирование, ничего, что не надо. Это очень хорошо, что мы раньше времени собрались. Раньше времени. Все вопросы, которые сейчас поднимались, обсуждались, в рамках правового поля, проверка по нашей организации будет вестись в любом случае. Все документы проверят, запросим, независимо, что мы там покажем. Это будет запрос. Я хочу на самом деле. И вы надеетесь на положительный результат. Дайте возможность. Я могу вам задать, почему вы приехали преждевременно? Потому что вот эта инициативная группа раскопала ваши делишки. Наступи на нас. Столько вы, кто после этого поехали сюда? Давайте так, Даша. Только так, больше не так. Хорошо, я понимаю. Если бы вот эти ребята ничего лишнего в интернете не увидели, вас никто не видел, и завод воссталял благополучно после того, когда уже руками макать было бы, конечно, я понял вас. Дальше. Каждое производство, любое производство, у нас соответственно нашим законодательствам Российской Федерации, имеет свои ограничения по ее опасности. То есть есть опасность, там первая категория, второй, третий, четвертый, там где химикаты, там нельзя меньше, ближе 500 метров находиться от живых. Нет, в этом. Здесь такое время мы живем, мы живем, это там все продажные. Подождите, а вот эти все, что она была в государстве? Они пишутся к человекам. Подождите, мы с sanитарной защиты нет. Мы все поднадзорные предприятия, в любом случае у них есть право право править народ. Мы поднадзорные, потому что... Анатолий, а вы не смотрите на все вопросы. Вы человек или кто? Можно? Я просто сейчас объясню. То есть в рамках заверний данный сегодняшний день. Это можно ли я оттажу вам? Мы вас уже слышали. Товарищи, попросил две минуты. Мы уже услышали. Теперь вы нас услышите. Здесь вы строить ничего не будете. Вы уже услышите? Мы, конечно, поймете. Мы на все причины, что вы здесь строится, не будете. У вас никакие деньги, которые у вас имеются, которые вы заплатили, может быть, за фото подкупите, не помогут вам. Не помогут. Лучше вам на Тюлево уехать по дороге. И не надо с нами, что творите здесь. Не надо. У нас уже с вами на завод закинуться. Я просто говорю громко. Потому что, если вы на завод закинуться. Вы на заводе тоже мусолите. 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 И мы не приходим к одному мнению. Мы вам сказали. Мы вас послушали. Теперь вы нас послушали. Здесь никакого завода, никакого комбината перерабатывающего дерева не будет. Не путем. Не путем. Не путем. Не путем. Самое главное. Мы вас уже устали слушать. Я просто говорю громко. Потому что вас не слыхать. А нас хорошо будет слышно. Мы живем в своей стране. Мы тоже живем в своей стране. Да. Мы с вами в стране. Может вам например кинька. Ну давай я могу. Как же это курить? Не надо. К нам приезжать. Девочки. К нам приезжать. А у нас идет присыствие. На то урок идет укроп. Вы что с тридцатами за полночь. Я вам не знаю. Я вам не знаю. Тише. Тише. Здесь не будет тройки. Нет на охоте. Хорошо. Все. Тихо. Тише. 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 Тише товарищи. Будем голосовать. Граждане давайте успокоимся. Дайте Евгению Михайловну слово. Можно я вопрос. Можно я вопрос? Можно я вопрос? Можно я вопрос. Ага. Вопросы. А там темно. 30 секунд. И мы будем все вопросы на голосование. Все. по порядку, я записал какие вопросы, продиктую если будет еще что-то на голосование, общим коллективом, это все будет вписано и вписано в протокол Пожалуйста Спасибо большое Я вопрос хотела просто задать, задам представителям один вопрос Подождите, сейчас я делаю Я уже делаю Сила турача Находим здесь сейчас Я считаю, что это обман, что это решается вопрос только в сельском поселении Дмитриевки Потому что я, жительница Турачахского района и семью троих детей и вот Турачах в село Турачах, вот Удалов, Проморозов приехал И мы тоже должны быть в курсе Мы тоже должны участвовать здесь в повестке Почему тут только Дмитриевка находит Почему Телецкая отставила весь район Когда ходили в фабрику Я считаю, что вы обманули все это Все участие Документы упрятаны Мы с вами не договаривались Мы не договорились Я думала, что по месту пойдет Но нет, бабы дурача Женщина происходит А мы тоже жили Мы еще 3 километра Вы тоже считаете, что мы рабочие ваши А почему мы не в курсе этого Почему мы не в курсе Мы не считаем, что мы Мы здесь только решим А мы не должны быть курсом Кто захочет, тот будет работать Вы ни у кого согласитесь Россию Сидеть в помидже Всегда туалет поставите Последний вопрос Все понятно Господа, вы посмотрите Вы построили комбинат Вы не набрали рабочую силу Но вы ее не наберете Почему? Потому что на зиму пошли Потом весной ушли Колым орех и так далее Рабочая сила нестабильна Я сама жила в Кужев Где был ваш завод Я знаю, сколько человек работало Как работали Платили нормально Небольшие деньги, но достаточно стабильно Какие-то задержки по зарплате Были, не были Это не важно То есть граждане писали Шумит Другие граждане говорили У нас есть рабочие места Мы за Вот, вопрос такой Вы не наберете рабочую силу Где вы ее будете брать Как размещать И я боюсь просто Что еще деревня может превратиться Ну просто в бичовник То есть набрали рабочую силу Привели из лет Куда-то рабочую силу Рабочая сила растекается Ну сколько там Человек 60 у вас будет? Да-да 60 Ну 80 Я от 100 Ну на 630 мощности Сколько там человек Ну 60 80 Ну у Степанова на 560 Работает 30 человек 20 наберете Остальных где возьмете? Куда поместите? Какая будет криминогенная обстановка В деревне Когда этот весь бичовник С непонятными ходками Сюда заедет Блин Вот я категорически против Приглашу меня Так Ставлю на голосование Время Закончить Время Нет еще Время Еще Пожалуйста Все решит абсолютно Вот эти все ресурсы Они дармовые Пришли Оформили Бери Пеночку Снимай Там в Салтонском районе Есть куча Свободных мест Степи называются Болото Возьмите там аренду Посадите лес Вырастите Переработайте Сорвуйте Это будет честно По отношению Вас Дайте нам информацию Более полную Там нам действительно Интересно Берите А вам это интересно? Интересно Вы 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 Уважаемое собрание Репонент Галерий Вы посадили Сколько вы посадили? Много посадили. Я вам покажу. А сейчас хочется... Если поступило предложение закончить прение, сейчас будем голосовать. Следующее. Будем голосовать те предложения, которые поступили после прения. Для принятия собрания. Подписать, что я тут записал 5 основных вопросов. Будем голосовать по каждому вопросу? Сейчас ставится на голосование закончить прение. Кто еще? Какие вопросы, предложения? Нету. Прошу проголосовать. Закончить прение. Кто против? Я против. Трое. Кто я против? Кто воздержал? Нету. Прение закончено. Прение закончено. Вопросы закончены. Давайте человеку задать, кто дайте людям. Основной вопрос. Уважаемое собрание. Основной вопрос. В России в случае строительства завода постановка на категорический отказ в строительстве или строительство будет последним. То, что от них поступило, давайте уважать их вторую сторону. Первое, строительство спорткомплекса. Второе, дороги. Третье, мосты. Третье, знаки. Будем в целом голосовать? Или по каждому будем? Так, голосование будем ставить? Нет. Нет. Будем. Прошу проголосовать, чтобы на поступившие вопросы голосовать не будет. Прошу вынести все одно предложение. Я не понимаю. Для рассмотрения, прошу внести предложение еще. Ну да. Первое. Минуточку. Минуточку. Выдерживай. На нашей стороне. Давайте высказать. Первое. Минуточку. Минуточку. Получить официальный ответ на запрос в прокуратуру. Прокуратура должна проверить в указанном сроке 30 дней все наши документы, основания. То есть для чего, почему. То есть законность наших действий. Первое. То есть если мы незаконны, нас не надо не выгонять, нас в тюрьму сажать надо. Правильно? То есть давайте, если можно. То есть мы не можем вне правового поля принимать эти решения. То есть первое это получить официальный ответ органам прокуратуры после проверки деятельности нашей деятельности в Дмитрии. Ну в целом, в районе. Первое. Правильно? После этого законные, незаконные принимают решения. И к этому моменту мы готовы будем поставить более полный проект всей организации полностью. Что будет предполагать за это. То есть у нас разделим два этапа. Извините, пожалуйста, но я еще раз завершу свое мнение. Мы знаем, в какое время продажное мы живем. И то, что решение прокуратуры будет правильным, полномерным. Это большие вопросы. Наше предложение. Никакой стройки здесь, чтобы не было. Независимо от решения прокуратуры. Уважаемые собратья, основной вопрос. Основной вопрос за строительство или против строительства. Это самое последнее. Мы сейчас рассматриваем сторону заказчиков, которые собираются что-то у нас. Самый основной вопрос. Мы голосуем и расходимся. Сейчас вот то, что поступило предложение о развитии, о развитии, законность действий и законность действий о развитии на территории межпоселковых деревень Дмитриевская, Удаловка, Удаловка и... Высажал Татьяна Китраева. Минуточку. Сокрыли вам вопрос. Он рассматривается в прокуратуре. Ставить на голосование, ставить вопрос о том, что занимается прокуратура, это не наша компетенция. Законность, незаконность и вопрос представителей о развитии. Я как председатель и как человек и гражданин Российской Федерации, я считаю, что мы влазим в поле деятельности прокуратуры. Это не наша компетенция. Это не наша компетенция. Мы их кормим. Минуточку, минуточку. Как ты стал себя как? Успокоились, успокоились. Вопрос, который поставил Оу развития, о законности. Будем голосовать. Если будем голосовать, прошу проголосовать. А зачем? Кто за? Все, вопрос снимается. Вопрос снимается. Вопрос снимается. Вопрос снимается. То, что поставил Оу развития. Вопрос снял. Следующее. То, что названо. Вот спортивный комплекс, дороги, мосты, знаки на дорогу. Это предъявление нагрузки. Будем голосовать? Нет. Так, вопрос снимается. Прошу зафиксировать. Прошу данные вопросы зафиксировать. Прошу. Не заходим. Следующий вопрос. Кто за то, чтобы на представленных якобы документах, законность этих документов оставляет желать лучшего? Потому что нет ни фамилий, ни должностных лиц, а в информационном поле выставлено очень много информации, всевозможные и противоречивые, и вроде как правильные. Вопрос двойных стандартов, вопрос двоемыслия. Оно везде присутствует. Как в информационном поле, то точно так же и в правовом поле. То, что нет представителя от администрации сельского поселения, Попов Алексей Владимирович, находится в отпуске. Мы не можем его запросить. О районе тоже понятно. Я имел в виду, товарищи жители, уважаемые сельчане, в частности, вы из констепта вырываете мою мысль. Суть в чем, что без района, без сельского совета, потому как это все действия по переводу в земли промышленности переведено, это сделано. Правомолучность этих действий через инициативную группу будет постоянно в поле зрения, а не эти вопросы будут. И мы будем информировать вас о состоянии этих дел. И основные действия, они будут в дальнейшем. Теперь самое основное. Ставится на голосование, кто за то, чтобы на якобы выделенных землях сельхозназначения в 22-м году строить завод по деревообработке мощностью в 630 кВт. Прошу проголосовать. Против всем. Минуточку. Сейчас будет вывод из собрания. Следующие. Кто против? Все. Все против. Ну, я просто хочу сказать, что у вас законная служба. Не законная служба. Не законная служба. Так, мы не все для вас законную. Минуточку. Это всего лишь собрание. Да. Это собрание. Следующие. Следующие. Против. Кто за строительство? Так, два голоса заключить. Так, два голоса за строительство. Вроде не понятно. Кто воздержался? Они не наши. Кто воздержался? Вопрос из всех вас. Следующие. Владимир Алексеевич. По голосу, это не наши. Это не наши. Прошу, прошу это. Прошу вернуться. По голосу. Это не жители сельского нашего поселения. Это собрание, 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 Сила Дмитриевича, Удаловки и Дайбова. Трех все. Они не могут не собрать. Присутствуют староста, присутствуют представители. Да, просто собрались. Так, вопрос, вопрос. Да не будет голоса. Исчерпан. Следующая. На нашей повестке дня. Следующий вопрос. Разные. В разные минуты, я сформулирую. В разные минуты, будем замедливать, какие вопросы будем принимать. Подождите, где вам есть? Владимир Алексеевич. Дайте мне слово, подождите. Секундочку. Один вопрос, товарищ, давно просятся. Важный вопрос, вы не задали вас давно, и я слышу правильно. Я вас умоляю, дайте, пожалуйста, уважаемому нашему представителю власти, правоохранительному органу, представителю прокуратуры, ответить на него. Не кричите, не перебивайте, просто ответить. У меня такой вопрос к вам будет. Вот вы сейчас будете разбираться, проводить там проверки, все. А люди более активные. У них-то дела идут семибильными шагами. Сейчас-то мы можем прекратить вот эту деятельность? Вот, Натальяна Витальевна, просто прекратить вашу деятельность? Пока вы разбираетесь, пока мы дойдем до суда. Они-то идут, понимаете? Они уже все сделали, а мы даже не знали. Мы даже не знали. А сейчас-то, понимаете, вы 30 дней будете разбираться. Потом 30 дней мы пойдем в суды, там, два месяца на рассмотрение. Два года уже. А люди уже поставят за год, а потом скажут, извините, мы же не будем это... Вот по этому поводу я тут же хотела сказать. Можно все прекратить? Для того, чтобы не начать работу, необходимо план работы. Должен быть градостроительный план. Они должны предоставить его администрации района, согласовать с ним, получить разрешение на строительство. Этого не сделано. Нет ни экологической экспертизы, ни обоснованности всех этих действий. У нас нет ничего. У них даже самих планов нет. Что если будет объект представлять? Сколько там будет человек работать? Какая будет заработная плата? Ничего у них нет. У нас сейчас предварительное общее собрание, чтобы они сказали, что мы планируем вашу территорию заехать. Мы им ответили. В 2022 году была нашла купли-продажи земельного участка 12,2 гектара. Богдановым. Вот, о развитие. Они купили. Перевели землю с сельхозозначением промышленности, Министерство экономического развития. Мы проверим работу Министерства экономического развития. Насколько они обоснованы. Выполнили перевод земель. Это сделаем мы прокуратурой Республики Алтай. Не района, а Республики Алтай. Поскольку мы к министерству никакого отношения не имеем. Это было за пределами нашего второучастского района. И после этого они не будут никакую стройку вести за эти 30 дней. 31 июля было зафиксировано обращение прокурора Республики Алтай Богданчикова Анатолия Борисовича инициативной группой. По моему предложению они приехали и задали свой вопрос. Чтобы Богданчиков знал, что есть такая проблема в Дмитриевке. Мы общими усилиями поможем вам в этой проблеме. Ура! Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Вот ведь сейчас сказали, что они купили 3,2, да? 12 диктан. Он и на пакетаны не купили. 12 диктан? Он и документ просто не устроил. Так, минуточку. Поступил конструктивный вопрос и предложение. О том, чтобы прекратить, приостановить деятельность на выделенных землях, якобы выделенных землях, приостановить на время расследования, ставиться на голосование. Согласно 131-му федеральному закону, 25-я статья, собрание граждан не может решать непосредственные вопросы местного значения. Выносит только рекомендательный характер. Для того, чтобы мы вынесли окончательное решение, должен быть сход. Сход в сход. Сход может организовывать как глава поселения, так и инициативная группа в количестве не менее 10 человек. Нас здесь больше. Или мы сейчас продолжаем уже это собрание как сход сила, либо мы сейчас расходимся. Вот и все. Так, минута, сход! Мы слушаем это! Просьба, ладно, большая просьба. Посмотрите, большая разница между собранием. Как раз заключается в том, что на собрании вы принимаете конкретное решение. Ой, на сходе. Но прежде чем провести сход, должно пройти процедура. То есть вы должны выйти с инициативы в главе сельского поселения. Где он у нас? Подождите. Тихо, тихо. Да, да, да. Спокойно. Вы должны выступить с инициативой не менее 10 человек в главе сельского поселения. Он должен рассмотреть ваше заявление. Принять все документы. Подождите. Дайте слово исполняющему обязанности главы. Уважайте должность человека. Да она-то кто-то у вас ехал на карте. К вам приехали, к нам приехали. Наташа, успокойтесь. Успокойтесь. Дело в том, что назначается это не менее чем за 30 дней. Это делается в этап подождя. Успокойтесь. Что вы все время прилегаете? Вы не перебивайте. Я же вам просто пытаюсь объяснить процедуру. Я не говорю о том, что мы против того, чтобы вы проводили сход. Мы говорим о том, что проведите его правильно. Вы же говорите о том, что все должно быть правильно. Поэтому они сидят и говорят сейчас, что это не действительно. Чтобы принять решение на сходе. Сегодня мы с вами проводим сход села. Собрание жителей. Подождите. Собрание жителей. Если вы выступаете с инициативой о проведении схода села и принятие конкретного решения, давайте процедуру все-таки соблюдать. То есть выступает инициативная группа с заявлением главе сельского поселения, который в течение 30 дней назначает проведение вот этого вот как раз. Свободитесь, и не будут. Николай Павлович, выяснили. Тихо, тихо, пожалуйста. Делается хлеба. Давайте закончим. Та сторона, которую... Вы сейчас, вторая сторона, должна подготовить документы. Мы сейчас говорим о процессуальной проверке, которую должна провести прокуратура. Вы какое решение хотите принять вот сейчас? Если процессуальная проверка не проведена, а если ваше решение будет нелегитимно точно так же и незаконно? Мы с вами говорим, что... У нас будет 30 дней, сейчас нам делать ответ, у нас пройдет 30 дней, мы проведем по закону сход. Да, у нас будет решение. Рита, не поможешь, надо делать по закону, нам объясняют, давайте слушать. Я приготовил... Пожалуйста, дайте мне договорить. Так, все, тише, товарищ. Сегодня у нас собрание жителей. Мы принимаем решение, выставили вопросы на голосование. Прокуратура будет проводить процессуальную проверку, даст свою оценку по законности и незаконности перевода земель из одной категории в другую. Насколько правильно это сделало Минэкономики. Только получив это заключение, мы с вами уже можем принимать какие-то решения. Если вы сегодня голословно примете решение и скажете, что это у нас сход села, во-первых, процессуально нарушили, процессуально уже нарушили, да? Да. Это первое. Второе, вы не имеете всех фактов. То есть вторая сторона, застройщик, не предоставила никаких документов. Она не предоставила нам ни разрешения на строительство, ни предварительный проект, ни заключение экспертизы, если оно требуется, экологическая экспертиза. Обязательно. Подождите. Да, согласен, я вам тоже это поясню. Я вам тоже это поясню. И, соответственно, нету сексуальной оценки. Мы с вами на основании каких фактов должны принять решение? На наших эмоциях? Здесь вы принимаете решение, должны руководствоваться, в первую очередь, законами Российской Федерации. Не нужно говорить о том, что если все плохо, то законы соблюдать нельзя. Законы соблюдать нужно всем. Вы сначала должны доказать. Опять же, прокуратура будет проводить процессуальную проверку, да, и даст вам заключение, нарушен закон или нет. Сейчас голословно говорить о том, что ли обвинять вторую сторону в том, что они нарушили закон, нельзя. То, что документы не предоставили документы или не дали с ними ознакомиться, это не значит, что закон нарушен. Ну, люди, ну Николай Павлович всех выслушал, ну дайте ему договорить. Я очень вас прошу, давайте закончим сегодняшнее наше собрание. Вот теми вопросами, которые сейчас вынес у нас председатель, кстати, большое спасибо, очень грамотно провели это собрание. Оно хоть и очень жаркое было, да, примем эти решения, да, вынесем это на голосование. И правильно, Надежда Николаевна, давайте выступим с инициативной группой, которая вынесет это на сход села именно, на сход села. Процессуально его правильно проведем. Прокуратура даст свою оценку, вы получите документы. И условно через 30 дней мы проведем сход села и примем конкретное уже решение, основываясь на фактах, а не на своих умозаключениях и домыслах. Николай Савлович, тогда у нас есть главы поселения, мы хотим к вам сейчас обратиться, чтобы был назначен сход села. Давайте на после выборов, на 12-е там или на какое. Ну давайте сначала соберем все-таки инициативную группу, официально, подождите, официально сформулируйте свои вопросы, которые вы хотите вынести на сход села. Да, конкретно какие вопросы. Понимая, какие вопросы вы носите, мы соответственно будем понимать, какие органы нам нужно будет сюда привлечь для того, чтобы дать вам разъяснение. Сейчас не в упор вам, я хотела сказать, вот почему нашу вот это все превратили в балага, в те, которые получали высшие образования. Почему сейчас у нас вот так вот жаркая вот эта атмосфера здесь. Как могли те люди, которые получали эти образования, довести наш мир вот до этого? Уважаемое собрание, я то, что сказал Николай Павлович, я подтверждаю. Зачем это подтверждается? Правовыми документами. Есть устав района. В уставе написано 5 процентов. Почему это не сход? Поясняю, значит, что 5 процентов от числа жителей. Я до сих пор на сегодняшний день не добился. Какое количество у нас? 900, 1000 или 700? От того, что 5 процентов должно выступить с инициативой. Это в пределах 70-80 человек. У нас под роспись эта группа образована. Она есть. Соответственно, тут было сказано, согласно устава района, есть устав сельской администрации Дмитриевской. Там тоже записано. И это зарегистрировано в юстиции, то, что положено во всем процедурам. 5 процентов. Мы не можем на сегодняшний день вот это игнорировать. Потому что все остальные действия будут неправомощны. Вторая сторона, они очень легко и смеючись, как говорится, со смешками, все это опротестовывают. И идет все это движение. Мы должны работать, я призываю, только в справовом поле. С уважением каждой личности и каждого мнения. Мы живем в демократической стране. Следующий момент. Инициативная группа уже ее неоднократно пытались, насколько у меня есть информация, пытались дискредитировать, что инициативная группа то делает, то делает. В части нарушения права. Никаких обращений официально, кроме прокуратуры, мы никуда не посылали. Мы ждем реальный ответ от прокуратуры. Официальных бумаг со второй стороны никаких нет. Даже на туалетной бумаге нет. Соответственно, все это обмен мнением. То, что собрание уважаемое в части того, что перевести в ранг схода, мы не имеем права. Повестка дня утверждена. Я официальщик, она утверждена. Мы в повестке дня не утверждаем. Значит, регламент исчерпан. Регламенты в вопросе разных, в вопросе разных, в вопросе разных, давайте ставьте, кто это может сформулировать, в письменной форме, не в устной, а в письменной форме и за подписью. 5% от этого количества, которое здесь находится. Подавайте сюда, вот на стол, мы рассмотрим и внесем тогда какие-либо предложения на данное собрание. Но у нас есть разное. Мы предвидели, что в разных это может все это возникнуть. Опять повторяю, только в правовом поле. Я от имени собрания, еще оно не закончилось. Я прошу, значит, я приветствую и благодарю, что к нам приехали руководства районов, прокуратуры, правоохранительных органов. Здесь они присутствовали и видели нашу культуру и наше образование. Давайте мы выше будем всего этого. Победа будет за нами. Вопрос только когда. Завтра, сегодня или через месяц, или через три. Но только в правовом поле. Владимир Алексеевич, выключите у нас председатель инициативной группы. Вы выходите с письменным обращением в разное, чтобы создать, созвать сход села. Минуточку. Меня никто не избирал председателя инициативной группы. Инициативная группа собралась спонтанно. Когда встретились, никто меня ни в кем не избирал. Вот старосту избрали. Староста, значит, нас, Петрищик. Анатолий, Алексей, вопросы хозяйственные там всякие разные. Там ручку купить, бумагу и так далее. Вот это есть. А официального ничего нет. Почему вторая сторона себя так ведет? В любом случае, в части двоемыслия, в части двойных стандартов, они сегодня одну бумагу покажут, завтра другую. Нам нужна конкретная позиция района, позиция главы поселения, позиция правоохранительных органов. Вот все. Мы все успокоились, мы все культурные. Спасибо. Давайте. Давайте. Минуточку. Николай Павлович, кто у нас выполняет. В вопросах разных. Минуточку. Все, закончили. Потому что рекламе тут вертен. Народовластие соблюдено. В вопросах разных. Говорю, тот, кто может, письменно, прям здесь, вот в частности, записываемся, формулируем вопрос в разных, рассматриваем. Тот, кто письменно не подает, ну, извините. Для чего? Для ответственности. Потому что надо чувствовать ответственность. Базарить можно, что угодно. И говорить то же самое. Давай инициативную группу, если нам нужна инициативная группа, надо исправить инициативную группу. Надо инициативную, вот и в речке. Так, поступило предложение. Есть инициативная, часть инициативной группы. Мы постоянно, постоянно в действии. Вот тут 14 человек. Огласитесь? Вот здесь. Оглашаем. То, что, то, что инициативная группа. Сейчас, мишечку, мы заканчиваем. Потому что вы уже это послушайте, чтобы это классно было, что якобы не келей на это все происходило. То, что в прокуратуру было обращение, там другой список. А это информационная, значит, что? Инициативная группа в составе. Иванов Владимир Алексеевич, Долгов Виктор Иванович, Петрищев Анатолий Алексеевич, Чепин Валерий Валерьевич, если ошибусь, извините, пожалуйста. Мищенко Наталья Сергеевна, Сурдин Евгений Юрьевич, Сурдина Светлана, Калачева Елена, Подлесова Анна, Толышев Галина, Акбашева, пожалуйста. Анисимова, Акбажаева, Есипова. Это 14 человек. Это вполне достаточно. Ставится на голосование. Вот эту инициативную группу, она нигде не зарегистрирована. Протокол был в инициативной группе. А эта инициативная группа, вот то, что я прочитал, будем посписочно. По карту были целиком в списке. Прошу, товарищи, то, что вновь прочитаны все фамилии, фамилии, вот то, что здесь записано, в количестве 14 человек избрать инициативную группу для защиты наших прав, 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 свобод, согласно Конституции Российской Федерации. Прошу проголосовать. 15 человек, а внесите туда. 24, 15 человек. А можно добавить туда? Кто против? Ничего. Так против двое. Против, кто воздержался. Данный список будет лежать на столе. Минуточку, уважаем всех. Данный список будет лежать на столе. Тут может каждый подходить и подписываться, и расписываться. Оставлять свою визу. Вот он лежит. Вот тут документы экологические, вот республиканские, вот федеральные. Пожалуйста, подписывайте. Минуточку, минутку, пожалуйста. Вот так. Глава здесь нет, но вы что? Вот так, 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 вот что? Вот так. Давайте предварительно дать. Да, поступило предложение. Инициативная группа, инициативная группа избрана. Следующий вопрос. Поступило предложение. Вот то, что лица там избраны, 14 человек, будут туда список пополняться. Нужно избрать председателя, чтобы председатель инициативной группы мог представлять интересы специально в полумочных органах, властных, правоохранительных, согласно Гражданского кодекса Российской Федерации. Да, давайте будем избирать. Инициативная группа, инициативная группа, инициативная группа. Больше предложений не поступило. Выносится на суд дан уважаемого собрания избрать председателем инициативной группы Иванова Владимир Алексеевича. Прошу проголосовать. Обязательно. Мы за. Кто против? Никто. Все за. Кто воздержался? Нет, вот избирается председателем инициативной группы. Спасибо. Вопросы все исчерпаны, кроме разного. Есть предложения в разный. Кто исполняет обязанности главы, ну не может же поселение само по себе существовать. Ну, товарищи, граждане. Мы слипуем третий месяц уже. Так, вопрос, видимо, на главе, на самом деле Николая Павловича вопросов. Пока мы еще 9-10 заводов не построили, пока мы без желания, без сельского поселения. Бесходный. Так, давайте мы ответим на вопрос все-таки по главе сельского поселения. На сегодняшний момент глава сельского поселения, без содержания до 15-го апреля. По той информации, которая есть у меня, к сожалению, мы не можем назначать глав сельских поселений, временно исполняющих глав сельских поселений, потому что это отдельное муниципальное образование Дмитриевской сельского поселения. По идее, глава при уходе в отпуск должен своим личным распоряжением облагать обязанности главы на одного из целей. Я, насколько понимаю, в Галинин, не было такого распоряжения? Не было. Алексей Владимирович, урав, нет. Так. Поэтому на сегодняшний момент... Я предлагаю вам найти вашего главу сельского поселения, вернуть его обратно. Давайте попробуем. Мы сейчас же срубку не берем, он не отвечает. Могу вам содействие оказать в поисках. Почему вам послать? Да. Поступает следующее предложение. Может нам прокуратура ответит, законно ли будет дистанционно. Он может... Все могут ошибаться, болеть и так далее. Дистанционно он может написать распоряжение или какой-то другой правовой документ о возложении обязанности на время его отсутствия на кого-то. Или на старосту соседнего села. Или, значит, на кого-то из специалистов, специалистов, работников сельской администрации. Дистанционно он не имеет значения, он в отпуске болеет, он может вынести, он глава. Дистанционно нет, он должен подписать. Дистанционно он должен документ официального поиска и непосредственно. Дистанционно он не имеет права два раза без содержания написать. Он должен был с 7 июля выйти на работу. Он написал на 2 недели. Количество отпусков без содержания не регулируется. Не ограничено. Срок не более одного года. Не ограничено. Он еще может написать, да? Он может написать. Товарищи, есть какой нового года? Товарищи, уважаемые собрания, представители ООО «Развитие» поступило предложение. Они просят, чтобы, коли регламент окончен, вопросы все рассмотрят, они хотят удалиться. Мы говорили еще другое. На рост завода мы решили. Леска как? Леска так и будет выпиливаться, что ли? Что бы мы взяли? Вопрос следующий. Все будет решать сельский исход. Это собрание. Это правовой орган сельских поселений трех сел. Дмитриевка, Удаловка, Удаловка и... Уважаемые собрания, нам очень приятно, что мы с вами познакомились. Вы с нами. Очень активная часть населения. Мы вам благодарны. Мы нашли в вас отклик. Мы сделаем все правильно. Органы прокуратуры за нами посмотришь. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Нам сделать ничего не готовы. До свидания. Всем счастливого. До свидания. До новых встреч. До свидания. Очень рады.